всем привет мои хорошие с вами светлана сегодня у нас влог был запрос показать ролик про организацию хранения где я и что храним ведь у меня практически не видно шкафов сейчас все расскажу покажу будет у нас с вами мотивация на уборку будем выводить пятна на вещах которые убираем летний шкаф много в общем интересного оставайтесь со мной до конца ну во первых это диваны два дивана в которых мы храним вещи этот старый который достался нам вместе с квартирой мы его пока менять не планируем хочется конечно чехлы еще на подлокотнике чтобы все было вообще красиво но в целом он гармоничный красивый крепкий обалденный и очень вместительный то есть это диван который поднимается он складывается знаете но еще советских времен диван и но видимо люди покупали добротные такие вещи и к ним бережно относились что они в идеальном практически состоянии как собирается вот эта верхняя часть и наверх поднимается да и он потом вы так складывается и соответственно когда эта верхняя часть поднимается там под диваном огромное место для хранения поэтому мы там храним вещи это в основном вещи которые уже малой ксюши но еще велики кристине обувь и одежда складываю в мешки в вакуумные пакеты и убираем вот в этот диван так теперь второй диван второй диван у нас собственно говоря в темной комнате это наш диван и старой квартиры он тоже в отличном состоянии единственным от него выкинули кожаные подлокотники потому что с подлокотниками он сюда не влезал без подлокотников он здесь вровень это наша с кристиной спальня то же самое только там то дальняя крышка откидывается она вот так откидывается туда вверх и там огромная просто территория для хранения глубокая большая сам диван очень широкий он больше по площади чем евро то есть он прям огромный здесь можно в трое в четвером свободно спать даже вот так ксюшки иногда тут с нами спит и хочется по привычке спать всем вместе вот и там тоже самое там у меня вещи обувь которые уже малы ксюшки потихоньку туда складываю убираю одежду потом достаю каждые полгода каждый сезон разбираю смотрю что достать уже кристине можно что еще и велико и так далее здесь же в темный у меня стоит вот такой вот комод от игрушек я планирую от него в будущем избавиться и здесь по стене какой-нибудь придумать узенький шкафчик такой может быть до потолка вместительный хорошенький узенький здесь вещи да здесь вещи кристины тут два ящика с игрушками и два ящика с одеждой они он глубокий этот комодик вот такой вот прям до стены глубокий глубокие одежды здесь влезает много в одном ящике у нее тут домашние футболки всяких другом ящики то одежда в которой она ходит гулять как раз сейчас перебирала на днях одежду летнюю уже хочу сложить обратно вакуумные пакеты и убрать покажу вам сейчас где я храню вакуумные пакеты перебирала летние уже можно убирать осеннюю зимнюю уже можно потихоньку все доставать похолодало поэтому сейчас занимаюсь именно организации хранения в данный момент все перекладываю складываю все что грязное отстирываю вчера забрала свалберис magic pink буду выводить пятна на всех летних вещах и чистенькими уже душистыми их убирать час открою покажу почему пинг magic наверх потому что многие сейчас делают по 800 чем-то грамм по 900 сколько угодно но не килограмм а у них по той же цене так и остался килограмм огромное количество способов применения естественно как всегда противопоказания все указано на упаковке в карточке товара на чем нельзя использовать на чем можно естественно zip замок естественно мерная ложечка ей пользоваться очень удобно она уже дозированная многие ложечку сейчас тоже не кладут или перестали класть а здесь все отлично 25 миллилитров ложечка поэтому соотношение цены качества и объема идеально что мы с вами сейчас будем делать вот нашла перебирала платье мы в нем на 1 сентября ходили было жарко потом в кафе и остались это платье уже после стирки видите пятна от кетчупа вот они и хорошо видно такие прям яркие не отстирал порошок просто так и сейчас мы будем с вами пробовать это делать pink magic эти крестюшины штаны желтая не общая грязь цепляют просто убираю хани тоненькие уже холодно мы у них уже не походим здесь каких только пятен нет девчонки каких здесь только пятен нет pink magic он прекрасно справляется именно с органическими загрязнениями тут и от еды и от чего не знаю вот эти вот пятна вообще не знаю от чего я это будет сейчас правильно сейчас закину носки хоть это и не органические загрязнения но тем не менее все равно прекрасно справляется так футболка она просто потемнела вот потемнела я ее хочу с футболка маечка домашняя вот она какая-то серая ее надо обязательно замочить да потом у меня вход идут шнурки и смотрите как на белом фоне белые шнурки выглядят от ксюшкиных кроссовок шнурки безумно грязные их надо замачивать и сегодня у меня крестюша играла в пластилин и смотрите какие прекрасные трусики вот так пластилин почти весь этот ралли а пятна и куски остаются его никак не оттерешь уже поэтому я их тоже буду замачивать час вот и посмотрим что из этого получится замачивать но я знаю что на ковре справляется прекрасно кстати на ковре тоже есть пятна сейчас покажу на ковре с пластилином вообще на ура просто на ура справляется а вот на одежде пока замачивать не попробовала последним я вскипятил воды очень много воды потому что хочу еще из-под крана смотреть сколько накипи хочу еще крышку от сковороды замочить сейчас попробую вместе цена у меня сюда с не вместится в тазу так сейчас про лайфхаки вам буду рассказывать девчонки а во-первых полторы мерные ложки на литр воды то есть смотрите я буду засыпать у меня пятна сложные 4 ложки то есть у меня будет где-то 3 литра воды наверно вот так 4 ложки засыпать дальше если у вас цветная одежда которую вы боитесь повредить то как мы делаем мы насыпали pink magic мы залили кипятком дождались когда основная часть реакции пройдет и потом добавили немножко холодной воды и погружаем цветные вещи потому что некоторые цветные вещи у меня таких нет но такое случается я знаю поэтому вам рассказываю лайфхак если вы в кипяток в момент реакции какую-то там цветную яркую вещь положите и еще не дай бог там напихайте в таз ведро много вещей то есть все будет неравномерно то у вас может где-то съестся цвет местами а может как бы и в целом вещь немножко поблекнуть поэтому такие вещи мы делаем как реакция чуть-чуть прошла гранулки все растворились добавили немножко холодненькой водички чтобы это был прям не кипяток крутой да и положили цветные вещи и тогда все будет в ажуре не цвет никуда не денется не ткань если она деликатной не повредится и конечно же не забиваем таз ведро если вы забиваете напихиваете при много одежды вещей то конечно у вас ничего не отойдет потому что допустим пятно прилегает к другой ткани и в момент выделения активного кислорода когда вот эта реакция бурлений идет до у вас активный кислород на пятно не попадает поэтому вещи должны плавать свободно то есть на все пятна в момент реакции активный кислород попасть должен и тогда все расщепиться никаких проблем с этим не будет кстати еще одну пеленку нашла муслиновая крестюшки на летом там брали куда-то накрываться на каких-то в желтых пятнах вся не знаю что это в общем их тут много вот они желтые пятна их тут ног я их тоже сейчас замочу и тоже до лета уберу она в принципе не нужно вот видите идет реакция да идет реакция реакция хорошая я чуть больше водички налила еще одну ложечку добавила почти две кастрюли вылила мы погружаем вещи пятнами вниз обычно это делается она в процессе можно повертеть поболтать пятнышками вниз вот так берем вспомогательный инструмент у меня всегда это деревянная лопаточка я знаю уже что эти вещи у меня не линяют не красятся поэтому делают свободно если у вас какая-то деликатная яркая вещь опять же делайте это в емкости поменьше шнурки кидаю один грязный один стирался уже на тоже серенький так и трусики все пятнами вниз чтобы активный кислород сейчас в первые минуты это все дело расщеплял вот таким образом то есть вещи плавают свободно у меня не набит до малышку меня не набит то с битком все свободненько и сейчас помогу да и пеленочку и все туда погрузим вот и все забываем про вещи на полтора-два часика крышка вот это вот от сковороды смотрите как она от магнитовской со временем вот где-то потемнело где-то тут у нее налет была серая стала хрен грязная стала в общем она мне не влезает она наоборот как раз по размеру подходит что мы будем с вами делать сейчас как мы поступим потому что то смой занят больше ложечку для крышки в принципе этого достаточно для пластика вашу половинку положим потому что это для пятен вот так вот рассчитывать надо по для пластика вообще надо немного начать и вот так вот я буду ставить час и переворачивать периодически вот таким вот образом так только не заваливайся вот так вот и будет она у меня стоять и буду я ее переворачивать то одной стороной то другой стала ну вот так вот буду вертеть ничего она сейчас отойдет быстро мой любимый способ чистки ковров кружка немножко кипи . пол ложечки даже одну треть pink magic пошла реакция влажная тряпка нам нужно и щетку вот такая здесь вот пятна какие-то от еды и от пластилина которые периодически возникают и никуда от них не деться ковер светлый еще вот так макаем щёточку чпок 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 смотрите намочила их виднее да от слайма даже на скорее всего постоянно происходит за да сейчас щёточку я тебе дам сейчас ты тоже поиграешь так пластилин вот сиреневый запрещаю на ковре играться а все равно как ни крути попадает я тебе сейчас дам щёточку да будешь маме помогать да сама будешь так вот что мы теперь делала так чпок 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 пятен нету видали не трожь там горячо крестишь аккуратно так желтенькая я оптическую стабилизацию отключил чтобы он было лучше видно поэтому потрясет немножко чпок 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 пятна нету пластилинчик чпок 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 здесь его много может не с первого раза еще придется помочить но уже отлично так еще вот тут я блин вот постоянно садишься на пол и находишь новые пятна ну что ж такое вот тут желтый тоже от слайма наверно вот тут вот опять нашла до крестинка смотри что творится вот так так сейчас еще сиреневый пластилин помочь вот так желтые пятна отходят сразу от чего-то темное отошло да вот тут красота так еще нашла да что ж такое-то я сейчас когда беру кружку magic pink прям ходишь во вкус и все да ты сейчас тоже будешь так пластилин все это все теперь вот это самое большое пятно да и ты сейчас почистишь ну вот практически все сейчас еще немножко она постоит и мы его вытрем магия но единственной девчонки обязательно обязательно не было разводов мы как следует проходимся влажной тряпочкой на кружечку на на честь обязательно влажной тряпочкой проходим средства безопасно поэтому и крис тоже можешь почистить вполне себе будешь там ладно я вот так сейчас что хорошо проходимся все стираем вот где у нас был сиреневый пластилин сейчас его тоже не будет и а еще раз промываю тряпочку еще раз влажный вот так прохожусь тогда никаких разводов ничего не остается у вас идеальный чистый ковер прям персик как новый ну все крышку мы вытаскиваем сейчас я ее ополосну покрутила повертела и вам покажу на ее место хочу пока положить и вода еще горячая кастрюльку мне такая вот великолепная кастрюлька но вот эта штука ничем не отмывается потемнение на дне и и немножко вокруг по периметру я сейчас прям вот так вот поставлю воды сюда обычный налью чтобы она утонула пригрузить и пусть постоит ну вот и все весь налет отошел крышечка прям чистенькая свеженькая все отличненько здорово почти как новенькая хоть она у нас уже немножко и пригорало прям красота минут 20 смотрите тут вокруг кастрюльки прям вот так отслоилась грязь кусками представляете сейчас бы вытаскивать смотреть девочки это просто феноменально вот тут чуть-чуть протерла где самая грязь была смылась все с легкостью вот просто обычной туда же границу видно вот тут прям полоса была но вот тут вот видно что вверху где кастрюля не погрузилась я в пинг-мэджик осталось еще видите вот что-то такое я ее другой стороной следующий раз погружу или может быть прямо сейчас в следующий раз на верну уже на сегодня хватит эксперимент я в шоке практически новый кастрюлька в следующий раз другой страной но внутри она и так что идеальная а снаружи стала как новенькая ура смотрите вот это вот половы это прям кусками отходила с боков жир наверное представляете как круто прошло теперь вытаскиваю белье прямо в машинку и добавляю девочки ложечку для усиления результата чтобы все отстиралась чтобы одежда была чистая и мы ее с вами убрали на хранение не только на кетчупа нету ничего не вижу все very good штанишки пока непонятно уже вода холодная но так вот чистенькие все чисто в общем все идет в машинку на обычную стирку ну что девчонки все постиралась достала из машинки пришла развешивать что хочу сказать все very good футболочку маечку обновила все свеженький цвет носочки все супер мне самое главное было платье чтоб кетчуп отстирался тоже пятно застарела все прекрасно и застарелые желтые пятна с пеленки тоже ушли все ни одного нет штанишки тоже чисто и в общем я довольна русики кстати что тоже было для меня важно от пластилина отошли чистенькие идеально чистенькие все отлично тоже magic pink со своей задачей справился на ура сейчас это очень актуально осень грязь очень много грязи школьная форма блузки рубашки бесконечные пятна поэтому берите сразу два килограмма гораздо выгоднее кстати выходит брать два килограмма купить можно на wildberries ссылку как всегда оставляю в описании дальше в зале у нас вот этот вот старый комодик под телевизором от стенки от старый с двумя огромными выдвижными ящиками там хранятся только мои вещи в одном ящике а моя домашняя чей одежда чисто домашние в этом ящике мое нижнее белье здесь все только мое это для меня мне так удобно ящики огромный вместительный прям хватает и вот здесь рядом с горой игрушек тоже от нашей старой стенки такой вот маленький шкафчик большой мы оставили на той квартире им сейчас успешно пользуется новая хозяйка что ты мой сладкий вот не стали забирать хотя потом пожалела ну что-то вот нам не хотелось тащить здесь у меня постельное белье и полотенца то есть прям стопочками на нижнее на нижней полке то постельное белье которым не пользуемся то есть она уже по размеру нам не подходит новых одеял вот или там от комплектов до или там от комплектов просто не без резинки у меня сейчас все просто не на резинке в общем то что не нужно надо с этим тоже что-то придумать и расхламить нижнюю полку вот эту перебрать на тряпочки там не запустить шить что-то в общем это вот все ненужное полотенце в два ряда у меня вот так вот свернутый каток какие-то скручены и постельное белье у меня тоже все влезает стопочками все а просто не трикотажные на резинке я скручиваю жгутиками и они лежат сзади вот этих стопчик это очень удобно поэтому место мало все занимает все сюда вмещается все отлично в этом плане все замечательно что у нас с вами детская детской очень удобная кровать я ее с этой целью именно такую и покупала то здесь есть вот такие полки там игрушки и коробка с канцелярией ксюшина чтобы крис не достала она так высоко да а внизу в кровати тоже два просто огромных ящика выдвижных в которых хранятся один ящик чисто же не там же не на белье носочки шорты домашние вот все такое лежит во втором ящике курточки сложены которые уже тоже малой ксюшки но еще велики кристине то есть ящики огромные очень вместительные вот ящик под ступенями в этом ящике храня да молодец в этом ящике хранятся ксюшины платье парад на выходные проходила у них там костюмов саду шили поэтому таких платьев мало и сейчас вот редко но там на первое сентября нет нет на 1 сентября там еще куда то в общем в этом ящике достаточно большой там лежат платья и дальше в кровати что-то у нас тут налеплено как всегда от листья кристочка развешивала синие украшала комнату большой шкаф вот прям большой двухстворчатый и вот эта белая створка она тоже предусмотрена под одежду здесь даже была вешалка но мы здесь все-таки храним игрушки у нас здесь игрушки и склада тоже вещей которые крестюшки малы а внизу полка еще под канцелярию а здесь чисто ксюшкина одежда чисто ксюшкина одежда то есть у нее все по полочкам разложена верхняя полка школа вторая полка там у нее штаны белье 3 полка домашней одежды футболки и нижняя полка здесь кофты свитера вот вся ксюшкина одежда она вот здесь вот шкафу . достаточно большой тоже глубокий такой все влезает все отлично постепенно тоже перебираем что мало убираем на хранение остальное раскладываем так что вот шкаф на самом деле оказывается да у нас очень много шкафов и дальше дальше шкаф у нас огромные с которым мы тоже эту квартиру купили сейчас покажу старый советский шкаф с антресолью с вот такой вот огромный ведь текстюшкин спрей там стоят она себе пшикает который я обклеила самоклеющейся пленкой в цвет детской надо обновить кстати девчонки кое-где уже подковыряли надо обновить зимой сейчас может займусь то есть поклеила белый самоклеечкой и салатовой самоклеечкой и все как бы в цвет все отличненько он неподъемный мы его сначала попробовали передвинуть даже сняв антресоль он у нас с места не сдвинулся и и антресоль вдвоем вообще невозможно поднять просто это что-то с чем-то поэтому решили его ставить вот он здесь пока стоит обклеенный вот такой вот красивенький он невероятно вместительный он почти до потолка на нем у нас стоят вот такие белые коробки я вам уже показывала видео было про организацию хранения там сложены карнавальные костюмы там какие-то всякие такие вещи которые редко нужны в общем вот так в таких же коробках у меня здесь на антресоль и аптечка коробка с документами даже 2 наверное и везде здесь у меня там наверху швейная машинка там чё только нету а наверху на антресоль и тоже одежда в пакетах тут отдел вера наша одежда же не наши полки их тут много и здесь у нас на вешалках все висит и в этом шкафу мне даже девчонки смеялись стоит велосипед у меня в этом шкафу стоит велосипед который уже давно мал ксюшки но еще велик крестюшки если у меня сейчас получится вам его показать я покажу просто он стоит за вешалками по задней стенке гардероба с открученными колесами то есть колеса откручены он вот так вот встал как бы и все отлично гардероб да правильно он называется назывался в прошлые времена он отлично девчонки что-то наклейки понаклеили поэтому хочу обновить не люблю этот визуальный шум гардероб он раньше назывался да он безумно вместительный глубокий все туда влезает там же у меня пакеты вакуумные с вещами зимними которые тоже буду доставать сейчас потихоньку сейчас попробую велик вам показать собственно гардероб узнаете с вот этого вот с вот этим зеркалом внутри суд этой полочкой под ключи вот здесь у меня вакуумные пакеты стоят и на вешалках висит одежда сезонная зимняя и много зимней одежды именно в вакуумных пакетах и вот тут сзади притаился велосипед вот смотрите вот здесь он есть сейчас покажу постараюсь вот он стоит велик видите колеса сняты и он там шкафу стоит вот такой у нас вместительный шкаф детской теперь перебираемся в коридор к другому большому шкафу мой любимый шкаф купе в коридоре потрясающе великолепно видите два вакуумных пакета даже не влезли они у нас лежат на шкафу под потолком прям до достаточно узкий всего сколько он у меня 75 сантиметров потому что начну больше я не рассматривала в хофф он был вот но в то же время он очень вместительный здесь у нас до верхняя одежда висит на вешалках то есть тут вот отдел вверху у нас еще пакеты с шапками шарфами на полке которые тоже скоро будем доставать а и также у нас внизу обувница внизу у меня здесь и в том отделе тоже полочка с обувью параллельно еще вот здесь рядом обувница стоит эту вы в которой мы ходим сейчас уже летнюю обувь убрала выставила осеннюю зимнюю наша одежда в которой мы сейчас ходим на вполне достаточно даже зимой нам хватает муж хотел все открытую вешалку где-то при собачьи то есть пришел повесил снял нет все висит тут на плечиках с глаз долой и сердце вон визуальный шум долой так дальше в другом отделе у меня тоже мешки и косметика я вам уже показываю полки зимняя обувь перемытая тут картошка пока стоит а здесь в мешках еще до вакуумных пакетов только потом я их купила у меня тоже шапки шарфы какие-то криски на комбинезон чеки тоже шапки пару курточек и там тоже сложенные повязки всякие надо будет все перебирать летнее убрать здесь пасметика средства для волос там в мешках тоже что-то скоро выясним что ну и тут у меня духи на этих полочках стоят духе гномики фаберлик в общем вместительный такой шкаф много всего тоже вмещается поэтому хранить есть где забыла показать у нас вот это вот хрущевская антресоль верху до от коридора до кухни идет и там мы храним сезонную обувь то есть сейчас там летняя обувь зимнюю осенью все достала туда сложила обувь всю летнюю босоножки все туфли все легкие тапочки все туда уже сложила с обратной стороны на кухне у нас там лежит елка елочное украшение и новогодний декор а с этой стороны обувь я почему как бы ее оставила потому что блин она вместительна она реально вместительная ну и на этом все мои хорошие ссылочка на pink magic под роликом надеюсь вам было интересно и полезно всех люблю целую всем пока пока ну и ну и Продолжение следует...